Помнит, как встречала Европа своих ослободителей. Они не только спасли жизнь народов, и славили от рабства и унижения. Они сохранили миру бунтарские строфы Гейна и Мицкевича. Ваяния Вита Ствожа, мудрые полотна Рембрандта и каменные свечи пражской готики. Они спасли мир для социальной справедливости, разума и прогресса. Радость победы разделили с нами народы антигитлеровской коалиции, бойцы сопротивления, антифашисты Европы. С победой родился новый мир, стран социализма. Ныне историческая ответственность советских вооруженных сил приобрела поистине международный характер. Вместе с братскими армиями стран-участниц Варшавского договора, они стоят на страже безопасности всего социалистического задружества. За 20 лет своего существования организация Варшавского договора уже обрела серьезный опыт в решении вопросов коллективной защиты в завоевании социализма. Это уже привычно – видеть вместе советских солдат и, скажем, воинов Германской демократической республики. Ведь их соединяет прекрасное понятие – единомышленники. О таких привалах хватит рассказов и дома, в отпуске, и на свидание с матерью. Когда скажет она – милый ты мой, как ты тут? А ты скажешь – порядок. Как дома-то? Кто женился? Кто новоселье справил? Как там моя? Ждет? И хотя маму не всегда поведешь на занятия, тренировку, пусть увидят они в нашем фильме, как в армии их недавние мальчишки становятся отличными спортсменами, как взрослеют они физически и духовно, как становятся настоящими мужчинами. Субтитры создавал DimaTorzok А кто живет неподалеку от счастья – милости просим в солдатское кафе провести вечер у курлыкающего по домашнему самовару. Знаете, о чем рассказывает этот паренек? О том, что с товарищами он собственными руками строил это кафе. Что ж, этим не грех и щегольнуть перед девушкой. Между прочим, танцоры эти тоже солдаты. Участники одного из бесчисленных самодеятельных армейских ансамблей. Дом не отрезан от воина ни тысячеверстными просторами, ни глубинами океана. На атомную подводную лодку пришли радиограммы с земли. С днем рождения! С днем рождения сына! С Новым Мирным Годом, друзья! Мирный календарь стерегут и могучие ракеты. В послевоенные годы партия уделяет особое внимание развитию ракетного оружия. Главной ударной силой советских вооруженных сил стали ракетные войска стратегического назначения. Межконтинентальные баллистические ракеты огромной мощи. Их большая дальность действия, высокая надежность поражения цели делают это оружие решающим средством разгрома противника в современной войне. Как рождалась и нужала эта ракетная мощь, полковник-инженер Валентин Александрович Юрин знает день за днем. И помнит он все. Как готовился первый старт, как выбиралась площадка и строилась еще никому неведомое сооружение ракетодром. Помнит и совещание с Леонидом Ильичем Брежневым, которому партия поручила тогда это ответственное дело. Руководство созданием отечественного ракетостроения. И прародителей современных ракет, гвардейские минометы, помню, в годы войны он командовал дивизионом «Катюш». Какими сокрушающими казались они тогда. И как почти безобидно выглядят они ныне по сравнению с этими гигантами, устанно совершенствуемыми и обновляемыми. И всюду несут свою службу ракетчики. В расстакаленных барханов и взрывов. Есть футбол! Есть КБУ! Пять, четыре, три, две, второй футбол! Футбол! КОНЕЦ Владение мудрой военной техникой немыслимо без ежедневной многогранной учебы, без овладения достижениями современных естественных наук. КОНЕЦ Владение техникой немыслимо без учебы тактической. Это модель боя. Но точность военной мысли в истинном масштабе. КОНЕЦ Наши вооруженные силы гигантская школа, в которой учатся все. И солдаты, и командиры. КОНЕЦ Начинали солдаты, среди которых больше половины одолели лишь премудрость начальных классов. Сейчас нет воинов, не окончивших хотя бы неполную среднюю школу. А для командиров полков, командиров кораблей высшее образование – норма. И еще одна наука пронизывает всю учебу, всю жизнь армии. Наука марксистско-ленинского осмысления мира. Наука, которая помогала выигрывать самые тяжелые бои минувшей войны. КОНЕЦ Армия учится. Учатся солдаты и генералы. КОНЕЦ Да, наша армия владеет знаниями и владеет техникой. Но современная техника – достояние и других армий. Однако на вооружении западных армий нет нашего главного оружия – идейности коммунистов-ленинцев и главной стратегии победы, направляющей силы коммунистической партии, которая заявляет с трибуны своего съезда. КОНЕЦ КОНЕЦ И вступление в партию – великий акт приобщения к братству коммунистов. То же принятие наследия тех, о ком сказано в песне. Чтобы пуля достала до сердца, нужно прежде пробить барный билет. Партия – она бессменный пламенный комиссар армии страны Совета. Недаром в частях и на кораблях вы часто встретите руководителей партии и государства. Партия. Ее заботами выращены наши могучие вооруженные силы. И членом политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, говорит от имени советских вооруженных сил. Партия. 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 Внимают участие танкисты, мотострелки, ракетчики, артиллеристы, воины других родов войск и видов вооруженных сил. Итак, войска выходят в исходный район. По замыслу командования в глубокий тыл условного противника должен быть выброшен воздушный десант. Внимают участие танкисты, мотострелки, артиллеристы, воины других родов войск и видов вооруженных сил. Внимают участие танкисты, мотострелки, артиллеристы, воины других родов войск и видов вооруженных сил. Аннет, все готово к началу боя. Береза, час сосна, буря, ливень, гром, огонь! И грянул бой, учебный бой. Бой упорный и напряженный. Успех его решает тесное взаимодействие всех видов оружия. Наносится удар по фронтовому аэродрому условного противника. И хотя в таком бою огонь ведется по самолетам-мишеням и танкам-мишеням, обстановка максимально приближена к боевой. Устремляется в атаку танки, главная ударная сила сухопутных войск. Однако при самой могучей технике, залог успеха, люди, их личная отвага, ратное мастерство, их вера, их высокий дух. В поединок с танками противника вступают противотанковые управляемые реактивные снаряды. Огонь по воздушным целям. Жарко не только на земле, но и в воздухе. По объектам, расположенным в тылу противника, наносится ракетный удар. Война земле длится уже несколько часов. Десант приближается к цели. КОНЕЦ Вот так выглядело десантирование на зре своей истории. А вот так теперь. КОНЕЦ Прямо с неба в бой. Как видите, боевые машины десантников умеют не только плавать, но и летать. КОНЕЦ Четко срабатывает система мягкой посадки. КОНЕЦ И тут же в атаку. Дорога ведь каждая секунда. КОНЕЦ 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 Еще один десант. Морской. КОНЕЦ Его доставили корабли-вездеходы. Корабли на воздушной подушке. КОНЕЦ С моря высаживаются и мотострелки. КОНЕЦ Танки вышли в тыл противника. КОНЕЦ И вот он, последний штурм. Сейчас только вперед. Только вперед. Да, сыновья достойно приняли уроки мужества отцов-победителей. КОНЕЦ КОНЕЦ Мудрость нашей внешней политики разрядила напряженность в мире. Но мир еще не спокоен. Активизируются империалистические агрессивные блоки. Растут их военные арсеналы. И разум не всегда торжествует на заседаниях штабов и государственных канцелярий. Вот почему наш народ не жалеет усилий для укрепления своей армии. И каждый из нас знает, что социализм, мир, он сам надежно защищен. Лежит над нашей землей возмужавшая тридцатилетняя тишина. В ней живут голоса городов, дыхание заводов, Большое сердцебиение народа. КОНЕЦ И в бессменном дозоре Стоят над городами и реками земли Бронзовые солдаты Вечные ровесники молодых поколений, Которым они поручили Спасенный мир. КОНЕЦ 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 ГОЛОС КОНЕЦ 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 Она уже возмужала Тишина над нашей землей. Ей тридцать лет. Она выбрала в себя и плеск воды, и перешептывание трав, и птичьи разговоры на заре. А когда впервые она легла на битой кирпич на израненные деревья, она была огромна. От той минуты, когда в упор было расстреляно мирное время, замерзшее на циферблате этих часов из Брестской крепости. И как у солдата, ноют старые раны земли, и слышит она. Слушайте все! Слушай мир! Слушай спасенное человечество! С тобой говорит советский солдат-победитель! С Красной площади! С Парада Великой Победы! Победа не пришла сама. Как говорил Леонид Ильич Брежнев, общественная система социализма, ее экономические и организационные возможности, идейное и политическое единство советского общества, советский патриотизм и пролетарский интернационализм, дружба народов СССР, их сплоченность вокруг коммунистической партии, беспримерный героизм и мужество советской армии. Вот главные факторы, определившие победу советского народа в Великой Отечественной войне. От северных широт, где морозные волны смывали кровь с береговых валунов, до пересохших южных лиманов, где воды порой бывало меньше, чем крови, тянулась долгая линия боя. И фронты проходили в этом точном порядке. Жестокая география войны и славная биография победы. Кажется, 30 лет длится то победное шествие, взявшее исток на Красной площади. Уже посидели солдаты, но у народа нет возраста. Оттого не старится людская благодарность героям. Субтитры создавал DimaTorzok Тишина лежит на зазеленевшем пепелище хатыни. Тишина простерлась над Пискаревским кладбищем в Ленинграде. Тишина несет дозор у врат памяти, когда воскресают не только зной боев, но и холода блокад. В этой тишине есть святые минуты, минуты молчания, когда мы склоняем знамена перед величием павших, когда миллионы остановившихся солдатских сердец начинают биться в гранитной груди монументов, когда воскресают слова прощания, когда цветы обнимают бронзу. Цветы расцвели повсюду, где фашистский сапог хотел вытоптать жизнь, спасенную нашим солдатам. В эти минуты сегодняшние воины безмолвно клянутся достойно наследовать все, что завещала им великая победа. Заступают на вахту наследники бессмертного подвига. И минута молчания вмещает в себя все 1418 дней войны. Он был непрост, этот подвиг, этот ратный путь, когда враг обрушил на нас всю мощь огня и железа. Война вламывалась в дома грохотом нацистского приклада. И в редкую дверь не постучала она робким стуком почтальона с похоронкой. От горестных дорог отступления, от первых красноармейских атак прошагал солдат по войне тысячи километров. Миллионы и миллионы шагов. А ведь за каждый шаг заплачено было кровью и жизнью. Да, враг был силен, тем больше наша слава. Слава, возвестившая уже голосом тысяч орудий о нашей силе. Слава, утвердившая мир на руинах старицы Третьего Рейха, старицы войн, смерти и рабства. В тишине библиотек из учебников истории поэтических стров придут к юным имена героев, имена знаменитых сражений. Но юные поколения должны знать, что их жизни, самому их рождению угрожали новые войны. Холодная война, объявленная империалистическими державами социализм, едва мир воцарился в Европе, породила агрессивные блоки, угрозы, пресловутую политику с позиции силы. Но и о нашей силе думал народ, заботилась партия, укрепляя советскую армию, чтобы сберечь мир. И, кажется, локаторы прислушиваются к ребячьим сновидениям, истерегут небо, не позволяя ему стать страшным. Противовоздушная оборона страны, служба охраны неба, мудра и бессонна. Глубоко под землей, ее зрение, слух, осязание бесконечно точнее и могущественнее простой человеческой зоркости. Ее небесные, караульные, стремительные, мобильные. Небо. То же самое, которое заслоняли своими телами серебристые аэростаты. Ощупывали руки прожекторов, шли на таран храбрые машины, тихоходы по нынешним меркам. Но с наблюдательных постов видели солдаты и небо будущего под надежной защитой своих сыновей, ради которых они сражались и умирали. В том давнем небе воевал герой Советского Союза Николай Козлов. Он сбил 23 самолета врага, два тараня. Он открыл свой боевой счет в первый день войны, а закончил над Берлином. И мужество Козлова наука боевой воли для молодых летчиков. КОНЕЦ Минутами, секундами измеряется сегодня в армии готовность. И невольно приходят на память пылинные строки. И разверзлась земля и выпустила на врагов огненные стрелы. Сегодня войска противовоздушной обороны страны не просто сильнее. Это качественно новые части и соединения. Это могучий комплекс зенитных ракет, авиации, электроники и радиотехнических средств. Они способны отразить любое нападение воздушного противника. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Идут учебные ракетные стрельбы по самолетам-мишеням и ракетам-мишеням. КОНЕЦ КОНЕЦ Надежен океан земной. Сегодня флот поистине океанский. Сфера его действия практически безгранична. КОНЕЦ В наших кораблях воплощены новейшие достижения науки и техники. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В хозяева океанских глубин атомные подводные лодки главная ударная сила флота они вооружены могучими торпедами и баллистическими ракетами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И в каких бы широтах ни плавали наши корабли, учеба экипажей непрерывно, как круглосуточная вахта. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЭШ ходовой! Есть, ПЭШ! Да самый полный ход! Есть, да самый полный ход! Запустить форсажные! Есть запустить форсажные! ПЭШ! Готовая зеркала-парсел. Есть перел в 330, принять Josel Katariyf! Есть! Цель на автомат! Цель ставит помехи! Откроется от помех! Цель сопровождается! Цель маневрирует! Цель в зоне! Пусть! Новая задача! Найти и уничтожить подводную лодку условного противника! Лодка обнаружена! Ее курс вычерчивают горящие буи! Огонь! В океанских просторах военные моряки умеют и уничтожать лодки и вести с лодок ракетные пуски И море помнит войну! В нем командовал легендарным эсминцем гремящий отец капитана третьего ранга Васильева В море не стоят придорожные обелиски славы И братские матросские могилы в морской глубине нельзя убрать первыми весенними цветами Но всякий раз проходя над местом гибели легендарных кораблей моряки отдают им дань памяти Ведет корабль капитан третьего ранга Василий Есть у него кроме воинского звания еще одно обязывающее и почетное сын воина Успех той или иной операции может быть решен в воздухе или на море Но главное это сражение всегда идет за землю Поэтому сухопутные войска в самой крупной по численности и боевому составу бит советских вооруженных сил Сила, ловкость, смелость способность успешно переносить физическую и моральную нагрузки необходимы солдату и армия закаляет воина Чтобы представить себе сложности и многообразие воинской службы достаточно сказать что только в мотострелковом полку свыше ста различных специальностей Все части сухопутных войск моторизованы а люди укрыты броней Они помнят Суворовскую заповедь тяжело в учении легко в бою На вооружении современных сухопутных войск состоят ракеты оперативного и тактического назначения мощная ствольная и реактивная артиллерия противотанковые средства и минометы танки и бронемашины летательные аппараты различного назначения зенитные ракетные комплексы и самоходные зенитные многоствольные установки автоматизированные системы электронная аппаратура и средства связи позволяющие в любой обстановке твердо управлять войсками на различных театрах военных действий сухопутные войска способны действовать самостоятельно и эффективно взаимодействовать со всеми видами вооруженных сил в нашем фильме вы увидите это бездорожье и реки не преграда для современных бронированных черноморок а помните переправа переправа берег левый берег правый ни дороги ни следа и может быть на Вислии и Одере на Вултаве и Дунае в смертных своих снах грезили герои об этом чуде когда за несколько минут через реку перекинулся мост по которому могут тут же идти артиллерия танк солдаты солдат какое-то многозначное слово оно может звучать как захватчик поработитель убийца но для нашего солдата оно равнозначно словам защитник освободитель патриот потому что это солдат особой армии не имеющий аналогии в истории не брецать оружие не запугивать приходят они в разноязыки далекие порты их походы именуются мирно и уважительно визиты дружбы визиты вежливости и новые знакомцы не могут не откликнуться на дружелюбие это армия интернационального долга армия готовая прийти на помощь тем кто отстаивает свободу социальный прогресс и национальные достоинства не топить в напалмовом огне мирные селения а помочь поднять затопленные корабли приходили мы в республику Бангладеш мы помогали превратить минное поле Светского залива в спокойную дорогу кораблей мы были чуткими к нуждам других народов потому что наша армия это армия самого народа в 1918 в этом цехе бывшем гранатном корпусе завода Михельсона Ленин принимал военную присягу вместе с рабочими бойцами уходившими защищать юную республику а сегодня на завод имени Владимира Ильича приходят солдаты чтобы получить мудрый отцовский отцовский наказ и теплое материнское благословение на верность партии и революции нерасторжимое единство народа и армии вот корабелы передают экипажу новорожденный корабль в наверное наверное так в старину кузнец передавал сыну выкованный меч чтобы тот вынимал его из ножен только для праведной битцы в годы войны передавали мы оружие нашим воинам мы отдавали фронту все чем владели от жизни своих любимых до бессонных ночей в промерзлых цехах потому что у фронта и у тыла была одна жизнь одно горе одна радость и в общем то передавая начинала свиной в Урале и в Кастане и за Кавказским хребтом и сегодня они живут одной жизнью солдат и Родина и часто ты увидишь солдатскую гимнастерку там где привык видеть комбинезон хлебороба а когда стрясется беда они всегда придут на помощь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для них не существует превратности погоды дня и ночи Я, 508, шасси не выходит Слушайте мои команды Уменьш скорость до 500 Я, 508, вас понял 508-й Поставь кран шасси нейтрально 508-й Выпусти переднюю стойку Понял Рубка 508, передняя стойка вышла Я, рубка 508 Открой кран шасси Аварийного выпуска шасси На правом пульте Понял Шасси выпущены, зеленые горят Да, сейчас это учеба на тренажере Но боевой опыт отцов Школа мастерства сыновей Однако не только у тренажера, но и на летном поле Встретите вы этих двух летчиков Это действительно отец и сын Генерал Иван Дмитриевич Сверидов И лейтенант Юрий Сверидов Иван Дмитриевич был тем, кто сбил один из фоке-вульфов В последний день Великой Отечественной войны Позже он заблудился в тумане И однополчане уже думали, что в село Нижняя Матвеновка Марии Ивановне Сверидовой Матери десятерых детей Придет еще одна похоронная Но он жив Сколько крылатых солдат войны В вечных просторах неба Встретили свою вечную славу И в небо, защищенное и покоренное героями Днем и ночью взлетают всепогодные истребители Истребители-бомбардировщики и разведчики А реактивные турбовинтовые машины Дальние авиации могут находиться в воздухе десятки часов Истребители-бомбардировщики и арм verändert Истребители-бомбардировщики и papers Истребители-бомбардировщики В холодильниках, которые мы считаем, что в поле не ي Touch Us Дальние авиации Остальше Остальше Видимо не продолжаются в тонн Самолет может быть дозаправлен в полете, где угодно, днем и ночью. Из дальних странствий по небесным дорогам и облачным перевалам возвращается на землю, где ждут их.